Предстоящие майские праздники Весны и Труда, а также День Победы, стали темой городского оргкомитета, который провел в минувшую пятницу, 15 апреля, мэр города Виктор Аблогин. Что ожидает горожан в первые майские дни, мы расскажем в нашем следующем видеосюжете. Рабочие заседания по подготовке к празднованию Дня Весны и Труда и Дня Победы собрали в мэре Горноалтайска руководителей городских служб и ведомств и предприятий города. Под председателем мэра Горноалтайска Виктора Аблогина участники обсудили основные концепции праздников и проблемы, которые необходимо решить до их проведения. Привести порядок фасадных зданий, выполнить работу по благоустройству, то есть мы должны с вами показать весь наш город, красивый и замечательный город. Вместе с вами сделать большой объем, не тот традиционный, который мы делаем, а те работы, которые должен сделать каждый из вас. Начальнику муниципального отдела культуры Светлана Комарова рассказала собравшимся об особенностях первомайской демонстрации и праздничных концертах в этот день. День Весны и Труда откроется праздничным шествием по центральной улице Республиканской столицы, в котором примут участие работники организации предприятий города. Акцентами шествия в этом году станут 260-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав России, 25-летие Республики Алтай и год российского кино. После окончания шествия пройдет открытие обновленной доски почета в праздничный концерт. Завершится все вечерним маловижным концертом с 19 до 22 часов вечера. 9 мая в Гурналтайске откроется ежегодная акция «Бессмертный полк», которая стартует в 9 утра от бывшего здания автоколонны 19.31 и будет двигаться до Парка Победы, после чего стоит парад Победы. А вечером на главной площади Республиканской столицы пройдет праздничный концерт и фейерверк. Продолжение следует...